8 марта такой красивый атмосферный праздник сегодня приезжает моя мама чтобы отметить этот праздник вместе с нами в нашей семье а всем прекрасным женщинам я желаю быть самыми счастливыми и с самыми любимыми судьба прошу не пожалей добра терпима будь а значит будь добра храни меня и под своей рукой дай счастье мне а значит дай покоя и в очередной раз я хочу поблагодарить свой любимый гастромаркет калибри за реализацию всех моих кулинарных фантазий и за большой ассортимент эксклюзивных продуктов только в калибре есть уникальные продукты и в этот раз мне понадобится кукурузная мука раньше я заменяла кукурузную муку аналогами а ведь она так полезно и низкокалорийно что немаловажно для вашей фигуры а сегодня у нас индейка от компании ордобасы куз под брендом дом диет здесь индейка выращивается в правильных условиях и абсолютно без гормонов это лучший отечественный продукт дом диет вкуснее мяса нет а сегодня нам понадобится отварной картофель с любимыми специями голень индейки замаринованная заранее я об этом расскажу как правильно это делать чуть позже посмотрите внимательно на клюкву которую я замариновала в специальном соусе под настойкой замороженная брусничка цедра апельсина свежевышитый апельсиновый сок масло сливочное и немножко манки соль перец в принципе любими любимые ваши травы я выбрала итальянские я приступаю к изготовлению голени индейки для этого нам понадобится раскаленная сковородка на сливочно-оливковом масле закидываем сюда масло растапливаем его смешивая с оливковым для чего я обжариваю голень для того чтобы она прихватилась и стала сразу же розовенькой и красивенькой и все соки оттуда не вышли сейчас мы это обжарим и отправим духовку буквально на 30-40 минут у нас на самом деле индейку любят меньше чем на западе а это напрасно потому что в индейке содержится столько полезных веществ которые способствуют метаболизму например для детей индейка является очень важным мясом знаете какие классные котлеты получаются из индейки а сегодня мы готовим блюдо для взрослых это голень это восхитительное блюдо которое накормит сразу же всю семью первую очередь нам нужно растопить побольше масла желательно для этой картошки гусиный лиутинный жир но если у вас его нет то вам понадобится кусочек масла и обычное масло подсолнечное ну наверное примерно вот вот так сейчас я отправляю все это в духовку буквально на 5 минут картошку мы должны забросить именно в раскаленное масло пока жарится голень индейки я хочу добавить сюда немножко чили картошку это сочетание очень хорошо подходит к индейке с клюквой немного паприки но я думаю что 2 щепотки хватит и немножко мускатного ореха я вообще обожаю эту специю немного восточная но в то же время ароматная соль и перчик все это я посыпаю вы не поверите но это обычная манка а для чего я посыпаю сухой манкой для того чтобы картошечка взялась красивой корочкой вот примерно так теперь смело это все обваливаем в масле на самом деле специи вы можете использовать такие какие вам нравятся просто я люблю очень паприку чили мы поставили картошку в духовке при температуре 220 градусов буквально через 20 минут мы уменьшим градус до 180 и картошечка наша будет готовиться в течение 30 минут я хочу вам немножечко рассказать о том как приготовить клюквенный соус на самом деле все просто мы должны будем немножечко отварить вот эту вот красивую цедру отвариваем ее водички можно даже добавить им кубик бульона вообще хозяйкам я советую использовать натуральный бульон но если натурального бульона нет и мне казалось под рукой пойдет обычный кубик кубик растворяется в воде превращается в бульон буквально все это готовим 3-4 минуты и добавляем клюкву и тушим весь этот стол в течение 25 минут после этого мы добавим немножко сахара и немножко меда цедра отдала весь свой вкус очень насыщенный бульон получился и теперь в этот бульон я отправляю клюкву которая настоялась на стойке сюда же апельсиновый сок бруснику молотые корицы пару щепоточек соль перец и немного чили вот так чили буквально две ложки сахара перемешаем и две столовые ложки меда вот такой прекрасный мед использую я желтый красивый натуральный так как ягоды достаточно терпкие мед и сахар и цедра это все компенсирует соус у нас получится довольно таки такой кисло-сладкий и отправляем всю эту красоту буквально на 30 минут на медленный огонь я думаю вы не разочаруетесь я развела немножко куриного бульона на дне вот этой кастрюли ну скажем так миллилитров 200 и уже практически готовые ножки голень я сложила в кастрюльку и добавила соус который я готовила на плите в течение получаса немного розмарину и получилось вот такое чудо сейчас наша голень дойдет в духовке буквально еще 20-30 минут и мы будем подавать с картошкой и уже соусом который пройдет через блендер павлова новозеландский рецепт десерта названным в честь великой балерины анны павловой очевидно путешествуя в 1926 году по австралии и новой зеландии она просто потрясла всех местных жителей кстати место создания этого рецепта так и не установлено поэтому новозеландцы и австралийцы до сих пор не могут прийти к согласию в этом десерте два в одном воздушное павлова и сочетание лимонного мусса сделает ваш десерт незабываемый нам понадобится свежий выжатый лимонный сок немножко кукурузной муки лимонная цедра сахар масло ну и конечно же украшения предварительно я разделила желтки главное чтобы в белках не было ни капельки желтка иначе ваша павлова воздушная просто не поднимется здесь у нас 6 белков белки должны быть холодными дорогие хозяюшки обратите внимание какой должна быть потенциальная павлова вот это сама меринга она должна такая вихрями вихрями быть красиво видите и довольно таки плотная не жидкая вот сейчас я помогу себе ложечкой если мы эту массу положим в пакет или в какие-то фертиферстовые прибабахи для кулинарии мы можем рискнуть тем что она просто у нас упадет и вот так по кругу по диаметру мы выкладываем нашу мерингу видите как красиво похоже на пачку я думаю что очень напоминает пачку балерины для того чтобы сделать лимонный мусс мы делаем что-то вроде похоже на заварной крем но в конце добавляем взбитые сливки смотрите внимательно мы ставим кастрюлю с кипятком сюда ставим любую защищенную от огня тарелку и засыпаем яйца масло 250 грамм примерно немного прибавлю огонь мне нужно чтоб масло растаяло быстрее яйца масло 350 грамм сахара понемножечку помаленечку добавляем а теперь добавляю лимонный сок медленно ввожу его и на медленном огне довожу до конца буквально еще минут 5-10 мы будем готовить в этой кастрюле здесь кстати выжато 4 лимона достаточно много пока варится наша смесь мы разбавляем где-то 100 грамм сахара 100 грамм воды мы это делаем для того чтобы получился у нас такой скажем так своеобразный сироп как только выбориться сахар вот эта вся цедра будет здесь вариться в течение 5 минут знаете для чего это сделала для того чтобы цедра превратилась такую своеобразно сахарную посыпку для десерта павловой как только она будет готова мы выложим все на полотенце дадим ей высохнуть и можно посмело посыпать будет очень вкусно и пикантно ну вот и готово это прекрасное блюдо из голени индейки под клюквенным соусом немного труда и много любви и у вас получается такое замечательное блюдо приятного аппетита но еще раз хочется вам напомнить про замечательное качество мясо бренда дам де ет голени индейки с итальянскими специями смеси сливочного и оливкового масла обжариваем голени индейки дэн де ет до получения аппетитной корочки затем отправляем ее в духовку на 30-40 минут приправляем нарезанный ломтиками картофель перцем чили паприкой мускатным орехом солью и перцем а также добавляем манную крупу выкладываем форму для запекания в раскаленную смесь сливочного и оливкового масла ставим в духовку на 220 градусов на 20 минут затем уменьшаем температуру до 180 градусов и оставляем гарнир еще на 30 минут в воде с добавлением бульонного кубика варим апельсиновую цедру на протяжении 3-4 минут затем опускаем туда маринованную клюкву апельсиновый сок бруснику молотую корицу соль черный перец перец чили сахар и мед варим на медленном огне 30 минут в глубокую емкость наливаем куриный бульон и опускаем туда обжаренную индейку дендейет заливаем мясо соусом отправляем в духовку на 20-30 минут и доводим до полной готовности приятного аппетита ну что ж наша павлова готова выпекалась полтора часа теперь осталось нам добавить наш почти готовый лимонный курт свеже взбитые сливки добавляем смотрите какая красота и вот это потихонечку нежненько вот так все вместе перемешиваем и теперь этой массой украшаем точнее просто даже выливаем сверху павловой на самом деле может быть этот десерт не выглядит очень аккуратно зато он будет безумно вкусным отделяем белки от желтков охлажденные белки взбиваем до получения устойчивой пены добавляем кукурузную муку взбиваем выкладываем воздушную массу с помощью ложек на противень выпекаем около полутора часов при температуре 180 градусов тем временем готовим лимонный мусс на водяной бане в желтки добавляем сливочное масло и растапливаем его туда же вводим сахар сок 4 лимонов и доводим массу до однородности непрерывно ее помешивая добавляем взбитые сливки осторожно перемешиваем получившимся муссом заливаем готовую белковую основу десерта качестве украшения мы будем использовать карамелизированные цукаты варившиеся в течение пяти минут в горячем сиропе из сахара и воды при желании павлово можно украсить шоколадом кондитерскими посыпками или фруктами ну вот мы и готовы праздновать 8 марта скоро приедет моя мама и я буду и угощать всеми этими вкусностями а вам всем приятного аппетита я очень счастлива и благодарна своего муж за такие красивые цветы а